Пассажиры общественного транспорта продолжают жаловаться на работу перевозчиков. Вынужден констатировать, что на сегодняшний день работа ведется плохо. Бравые отчеты рекомендую всем чиновникам оставить при себе. Так, проблему прокомментировал губернатор области, в адрес которого через социальные сети приходят десятки обращений. По распоряжению Сергея Морозова, региональный Минтранса и городское управление ситуацию с работой общественного транспорта должны отслеживать ежедневно. Сегодня сверил часы наш корреспондент Олег Тюрин. В 7 утра на остановке речной порт. Традиционно много людей. Через кольцо пролегает десятки городских маршрутов за Волжьей и железнодорожные районы города. Пережде чем добраться до работы или учебы, жителям приходится изрядно померзнуть и потолкаться локтями за возможность уехать. Зачастую стоя. Куча снега. Вот мы должны здесь стоять, если камера снимет. Это, конечно, никуда не годится. Маршрутки, которые то ли остановятся, то ли нет. Кто первый в маршрутку запрыгнул, тот и победил. Никаких очередей на маршрутку нет. Это, конечно, все 20 век и не уровень европейского города. Это все, конечно, очень печально. Хотелось бы видеть нечто более продвинутое и более приближенное к цивилизованному обществу. На работу перевозчиков горожане жалуются регулярно. Нарушения в расписании отмечают и проверяющие. Например, сегодня несоблюдение интервалов между транспортом зафиксировали на 91 и 25 городских маршрутах. В остальных случаях набитые под завязку людьми салоны. Тоже не показатель хорошей работы. Мы видим, что после проведения мониторингов, конечно же, дисциплина, она возрастает. Но мы наставим, чтобы управление дорожного хозяйства применяло цифровые способы контроля. И чтобы эта дисциплина поддерживалась на протяжении всего года, а не только в период вот таких наших проверочных мероприятий. Сейчас информацию о работе транспорта собирают в каждом районе области. После того, как сложится полная картина, чиновники намерены переходить к принятию управленческих решений, лишать недобросовестных перевозчиков лицензий и обращаться с инициативой о повышении штрафов. Еще одна из возможных мер – замена некоторых частных маршрутов на государственный транспорт. После наших мониторингов мероприятий выявили основные маршруты, социальные маршруты, где есть определенная напряженность, то есть несоблюдение расписания. Сейчас мы проводим, будем разрабатывать те мероприятия, уже начали. Вчера мы сидели в Министерстве транспорта, то есть там совместно с ними смотрели схемы наших всех вот этих вот движений и к чему мы будем исходить, результат сегодня-завтра у нас будет уже. Сами жители настроены менее оптимистично. Сотни подобных мониторингов проводились и до сегодняшних дней. Ситуация по-прежнему остается острой и злободневной. Олег Тюрин и Дамир Губеев. Вести. Ульяновск.